Вячеслав Шаталов Я являюсь старшим преподавателем кафедры частной зоотехнии Российского государственного аграрного университета Тимирязевской академии непосредственно Преподаю дисциплины овцеводства и козоводства и молочное козоводство Причем молочное козоводство программа разработана данной дисциплиной мною лично Введена всего два года назад как учебная дисциплина Как к этому пришел рассказать, почему именно козоводство? Люди всегда интересуются, потому что ожидают увидеть человека за 40-50 лет А здесь раз и молодой человек, занимающийся козоводством Дело в том, что родился, вырос в селе Всегда дома были коровы, лошади, свиньи Ну и как любой, наверное, сельский житель В селе это в ближайшем Подмосковье? Нет Занесло меня, конечно, в Москву далеко достаточно Родился я в Алтайском крае, там же вырос, там же получил первое свое образование в Алтайском крае То есть это порядка 3000 километров отсюда В 3,5-4 часа лета до Новосибирска, плюс еще там порядка 10 часов на автобусе и я дома, так скажем То есть за МКАДом жизнь есть Да, за МКАДом жизнь есть И дело в том, что по состоянию здоровья в семье было очень сложно содержать корову Я на тот момент был студентом, а молоко хочет каждый Вот здесь решили найти компромисс То есть остаться с молоком натуральным Но при этом меньше сил, да, меньше затрат корма Потому что изначально всегда в семье Сами косили сено, готовили на зиму корове Здесь получилось, что нужно его покупать Покупать, конечно, это дорого Вот, долго думали Ну, понимаю, что есть кобылья молоко Верблюжье молоко Но это не наш случай Мы перешли на кос Непосредственно Повезло сразу, сразу купили породное животное Плюс у меня были хорошие учителя Основной мой учитель, да, это Людмила Ивановна Волкова Которой большое спасибо За то, что всегда меня наставляла До сих пор я могу позвонить ей Сказать, что Людмила Ивановна, подскажите совета Так как считал и считаю, что век живи, век учись Можно и 20 лет заниматься козаводством Но узнать какой-то нюанс на 21-м году Своего опыта непосредственно Это как есть поговорка Чем отличается студент от преподавателя Что студент ничего не знает и не знает, где это взять А преподаватель, если не знает, то знает, где взять знания Как преподаватель скажу, 100% правда Так и есть, да, действительно так и есть И вот мы перешли на коз Не просто на коз, на породных Долго искали, подбирали Мы хотели перейти незаметно с коровьего молока на козья Начитались, естественно, книг Насмотрелись в интернете, что козье молоко имеет неприятный запах Специфический вкус Выбирали, выбирали, выбрали Оказывается, что молоко от коз коричневой короткошерстной породы Не отличается по своему вкусу и даже по содержанию белка и молочного жира От коровьего молока Сейчас, конечно, с опытом, когда я стал ездить по хозяйствам Вести козаводство Побывал в хозяйство в Германии козаводческих В России достаточно много проехал Я понимаю, что существует большое количество молочных пород Именно специализированного молочного направления продуктивности У которых молоко не имеет ни специфического запаха, ни специфического вкуса И, в принципе, если человек не знает, он с легкостью его примет за корови То есть это старое мнение о том, что козье молоко Вонючее, да? Да, вонючее и с неприятным вкусом И получается, что закончил я Алтайской государственной академии образования То есть по первому образованию я учитель биологии Я хорошо знал физиологию, но и знаю до сих пор физиологию, генетику А как зоотехник знаний не хватало Решил поехать в Москву Куда в Москву? Конечно, в наш самый лучший, выдающийся сельскохозяйственный вуз В российский государственный аграрный Думаю, надо учиться Но, как видите, задача перевыполнена Я не только учился, я еще и преподаю там теперь То есть вы отучились и остались преподавать? Да, совершенно верно Я закончил аспирантуру при Тимирязевке То есть первое образование это учитель биологии А кандидатский у меня я кандидат сельскохозяйственных наук В области частной зоотехнии непосредственно Вот, то есть я немножко изменил область, совсем чуть-чуть Потому что они граничащие, биология в принципе граничит с большим количеством наук И в том числе селекцией зоотехнии непосредственно Получается И вот таким образом я переехал в Москву Решил, что я закончу аспирантуру И вернусь домой поднимать сельское хозяйство в селе своё право В Тайского края Да, так, наверное, думают все студенты, все аспиранты Когда едут в Москву, что вернусь и буду поднимать сельское хозяйство Отучился и понял, что со студентами расстаться не могу Мне приятно, когда ребята после моих занятий Едут домой на летние каникулы и покупают козу Наверное, для любого преподавателя самое здоровское, самое приятное Когда ты смог заинтересовать, заинтересовать студентов Им стал интересен твой предмет, но и как результат козы сами по себе Тем более, что у нас сейчас в стране, так скажем, кризис И все хотят натуральную продукцию свою Молоко подорожало, мясо подорожало, импортного не стало Городской житель ему некомфортно с коровой Когда он переезжает в село, он боится покупать корову 700 килограмм Ну, конечно, большое животное, непонятное, страшное Да, естественно, городской человек теряется, что я с ней буду делать? Как кормить, поить, доить? Это же ведро молока, его нужно выдать Ну и тут все находят компромисс Коза, маленькое, небольшое животное Но люди не задумываются о том, что козу, как и корову, нужно минимум два раза в день поить Кормить и доить Это минимум, естественно Во время раздоя доить, кормить, поить чаще, значительно Также нужно чистить навоз, готовить и на зиму корма, да, чуть поменьше Но времени в плане ухода она требует столько же, сколько и корова Просто животное помельче, да, ну и молока, соответственно, поменьше, чем от коровы будет Тем не менее, наши жители города, мегаполиса, Москвы Переезжая в Подмосковье и собираясь заняться животноводством Начинают с птицы обычно Следующий этап, это козы всегда Я хочу, чтобы наше население при занятии молочным козоводством было хотя бы теоретически подготовлено Обязательно, оно должно быть теоретически подготовлено Потому что человек, покупающий впервые в жизни козу, он не знает, что с ней делать Купили, замечательно, молодцы, купили В лучшем случае, если съездили к друзьям и посмотрели на их козы и как они ими занимаются Но здесь, опять же, учу начинающих козоводов, говорю Не езжайте к тем, кто неделю назад купил козу Езжайте к тем, у кого она 5 лет Вот у них учитесь Не учитесь тех хозяйствах, где только недельной давности Не заимствуйте в хозяйствах, недавно образованных, их уклад То есть, схему выпайки козлят, выкармливания, помещения Подождите с год Посмотрите, я уверен, что начинающий козовод через год перепланирует весь свой козлятник полностью Переделает его, переделает кормушки, переделает доильные станки Именно исходя из требований, чтобы было удобно Вот, именно по этой причине я решил помогать нашему населению То есть, основная работа, конечно, университет Да, но и все желающие могут обратиться за помощью, за консультацией С недавнего времени на портале фермеру я создал свой блог Для того, чтобы можно было помогать людям Ведь бывают вопросы экстренные Когда человеку нужна помощь, он не знает, куда обратиться Он идет на различные сайты, на различные интернет-ресурсы И далеко не везде грамотная консультация бывает Почему? Потому что человек недавно купил животное Он ссылается на свой опыт Не ссылаясь на опыт других животноводов А главное, на науку, на те знания, которые накоплены в течение столетий Вот, а это животное, это не компьютер Здесь все индивидуально Каждой козе должен быть индивидуальный подход И если пишет кто-то на сайте, говоря, что О, у меня то же самое было с моей козой Я вам помогу Не факт, что к вашему животному подойдет такая помощь Было решено помогать людям Организовались семинары по молочному козоводству Блог, повторюсь, на фермеру Теперь создан у нас Где я периодически выкладываю свои статьи Делюсь информацией Ну и те, кто спрашивают Кому интересны какие-либо вопросы Я, конечно, поделюсь Здесь, правда, есть один нюанс Я все-таки зоотехник, а не ветеринар И если человек обращается ко мне С вопросом, чисто касающимся ветеринарии Вплоть до хирургических операций козе необходимых Я могу пообщаться Да, у меня есть друзья ветеринары Спросить Сам я не имею права консультировать Потому что я по образованию не ветеринар И если я чего-то не знаю А такое тоже возможно Я никогда не буду говорить от себя Что да, давайте Мне так кажется Кажется в науке неприемлемо ни в коем случае Такого быть не должно И если я не могу ответить на вопрос ветеринаров То обычно я обращаюсь к своим знакомым ветеринарам Которые тоже всегда обычно помогают Вот, много коз мы уже по нашей стране таким образом спасли Особенно, когда в... По интернету? Да Особенно, когда выходишь на сайт И видишь сообщение Помогите, срочно рожает коза Плод идет неверно Что делать? Самое главное, если это какое-то ночное сообщение То есть перед сном выходишь в интернет И понимаешь, что у человека действительно проблема Он не знает, куда обратиться Ну что же, в эту ночь иногда бывает и не поспишь Но зато поможешь человеку Назовут тебя крестным отцом их козленка И твоим именем назовут козленка? Было и такое, да Называли и моим именем Сразу скажу, мне не очень приятно Когда моим именем называют козленка Не надо Крестным отцом буду Но именем моим называть нет необходимости Естественно Крестным отцом Крестным отцом Крестным отцом